Всем привет! Это видео о том, как создать виртуальную машину Oracle VirtualBox, а также восстановить данные из виртуального диска виртуальной машины в случае ее сбоя или если виртуальная машина утратила свою работоспособность. Чтобы создать виртуальную машину установите и запустите Oracle VirtualBox. Нажмите кнопку создать на основной панели инструментов, расположенное вверху окна. В открывшемся мастере введите имя новой виртуальной машины, тип операционной системы, которую вы собираетесь установить на нее. В нашем случае Microsoft Windows, версия Windows 10 64-разрядная. Обратите внимание, что на виртуальную машину можно устанавливать не только Windows, это среди прочих также может быть и Linux. Далее. Укажите объем оперативной памяти, который будет выделен данной виртуальной машине. Рекомендуется устанавливать не менее 2 гигабайт. Устанавливаю 4 гигабайта, так как у меня на компьютере установлено 8. Но для того, чтобы виртуальная машина не оказалась слишком тяжелой для вашего ПК, рекомендую устанавливать ее оперативную память в размере не более 50% от доступного. Далее. Указываем параметры жесткого диска виртуальной машины. Его можно как создать новый, так и подключить уже существующий. Выбираю Создать новый виртуальный жесткий диск. Создать. В следующем окне необходимо указать тип файла виртуального жесткого диска машины. Кстати, обратите внимание на кнопку Экспертный режим. Там можно сделать больше настроек жесткого диска. Итак, вернемся к типам виртуальных жестких дисков. Пользователю предоставляется возможность выбрать один из форматов диска создаваемой машины. По умолчанию он установлен на VDI. Если у вас нет необходимости использовать диск с другими продуктами программной виртуализации, вы можете оставить данный параметр без изменений. Если же предполагается использование данного диска с другими виртуальными машинами, то имейте в виду, что VDI – это формат диска, совместимый с Oracle VirtualBox. ВМДК с FEMWAR и Workstation. VHD и VHDX с Microsoft Hyper-V. HDD – формат диска Parallels. QED и QCOW – формат для QEMU. Также в данном окне можно установить размер создаваемого диска. Размер диска может быть любым, но желательно не менее 30 ГБ и таким, после создания которого на жестком диске компьютера останется достаточно свободного места. Ведь в процессе работы виртуальная машина может увеличиваться. QED и QCOW – формат динамический или фиксированный. Динамический будет эффективней с точки зрения экономии свободного места на жестком диске компьютера, ведь такой виртуальный диск будет увеличиваться по мере увеличения объема сохраняемых на нем данных. QED и QCOW – создать. Виртуальная машина создана и мы видим ее в списке слева. Справа отображаются все ее параметры. Запускаем виртуальную машину нажав кнопку «Запустить» в виде зеленой стрелочки в панели инструментов. Так как на нашей виртуальной машине еще не установлена операционная система, требуется указать путь к установочному диску. По умолчанию указан CD-DVD привод, в моем случае это диск D. Но нажав на кнопки в виде папки с зеленой стрелочкой его можно изменить, указав ISO образ или USB флешку. О том, как создать загрузочную флешку для установки Windows, смотрите в другом видео нашего канала, ссылка в описании. Указывай подготовленный заранее ISO образ. Продолжить. После этого запускается установка Windows. Установка Windows на виртуальную машину Oracle VirtualBox ничем не отличается от чистой установки на обычный ПК или ноутбук. Поэтому детально рассматривать данный процесс я не буду. Подробное видео о том, как осуществить чистую установку Windows смотрите в другом ролике нашего канала. Ссылка также в описании. После завершения установки операционной системы, мы получаем еще одну виртуальную работающую операционную систему внутри операционной системы нашего компьютера. Все файлы данной операционной системы, как системные, так и личные файлы пользователя, сохраняются на жестком диске компьютера. По умолчанию данная папка называется VirtualBox VMs. И размещена она по адресу. Диск C. Пользователи. Имя пользователя. VirtualBox VMs. В случае необходимости, место расположения папки для машин можно изменить в настройках программы. Для этого перейдите в меню «Файл», «Настройки», «Общие» и укажите желаемую папку. Основными составляющими файлами виртуальной машины Oracle VirtualBox есть VBox – файл настроек, описывающий виртуальную машину и ее настройки. И непосредственно файл образа диска виртуальной машины VDI или VMDK, VHD, VHDX, HDD, QED, QCOW в зависимости от выбранного при создании формата виртуального жесткого диска. Во время работы виртуальной машины, по мере необходимости, программой могут быть созданы дополнительные файлы и папки. Это папка Logs – папка, в которой хранятся файлы журнала виртуальной машины. Или папка Snapshots – папка снимков состояния виртуальной машины . Также в данном видео хочу показать вам один способ на случай, если по каким-то причинам ваша виртуальная машина потеряла работоспособность, а на ее дисках хранились важные файлы. А именно то, как их можно восстановить. Ведь Oracle VirtualBox хоть и является виртуальной машиной, но на ней могут быть сохранены вполне реальные данные. Как мы уже оговаривали, все файлы, которые сохраняются на дисках виртуальной машины, располагаются в VDI-файле виртуального диска . Программа для восстановления данных жесткого диска – Hetman Partition Recovery имеет функцию монтирования виртуальных дисков и восстановления данных из них. Скачать Hetman Partition Recovery можно по ссылке, которая указана в описании. Чтобы получить доступ к файлам виртуальной машины, запустите Hetman Partition Recovery и смонтируйте диск виртуальной машины. Если их несколько, можете смонтировать все сразу или поочередно. Чтобы смонтировать виртуальный диск с помощью Hetman Partition Recovery, нажмите кнопку «Монтировать диск» в меню быстрого доступа программы. В результате откроется окно выбора виртуального диска. Перейдите в папку с виртуальной машиной и выберите необходимый файл виртуального диска. Открыть. В результате в окне обнаруженных программой дисков добавится раздел «Монтированные диски» с перечнем смонтированных виртуальных дисков. В случае монтирования нескольких дисков, здесь будет отображаться их полный список. Просканируйте диск с помощью программы, кликнув на нем в менеджере дисков. В результате анализа программа отобразит дерево каталогов сканируемого диска. Найдите и восстановите необходимые файлы в удобное место уже основной операционной системы. Кстати, таким же образом можно переместить файлы из диска виртуальной машины в основную операционную систему. Описанный в данном видео способ восстановления данных виртуальной машины Oracle VirtualBox актуален для виртуальных машин независимо от формата их виртуального диска. VDI, VMDK, VHD, VHDX, HDD, QED, QCOW и будут абсолютно идентичными для всех указанных форматов виртуальных дисков. Формат виртуального диска VDI в нашем видео использован как пример. Рекомендую вам также посмотреть наши предыдущие видеоролики о виртуальных машинах VMware Workstation и Microsoft Hyper-V. Ссылки на них будут в описании. На этом все, если вам понравилось данное видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok